Во-первых, с победой футбольного клуба «Карсандар» была достаточно интересная и динамичная игра сегодня. Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали нашу клуб «Карсандар» на победу. Но, опять же, были моменты в игре, от которых можно дальше толпнуться. Понятно, что игра показала определенные различные проблемы с точки зрения качества и состояния футболистов. Но их в любом случае можно поблагодарить, потому что у них не было равнодушных. И ребята старались переломить ход игры. Плюс те молодые ребята, которые вышли со страстью, с азартом, они определенную динамику добавили. Я думаю, что и были моменты того же, что пытаюсь раковать, чтобы ход игры сравнять. Но, конечно, на ход игры повлияло, что я не имею права буквально на первых секундах начала матча ошибаться и в простых ситуациях пропускать мяч. То есть, конечно, тем более начало игры очень необходимо быть максимально дисциплинированным в этот момент и максимально ответственным. И если вот эти моменты уберем, я думаю, что команда прибавит и придет. Спасибо. Пожалуйста. Вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Издание «Советский спорт». Каким вы видите локомотив в 2023 году? В какой футбол он должен играть? Требуется ли команде укрепление за счет более опытных футболистов? Я думаю, что команда находится в той ситуации, когда усиление, безусловно, нужно. что касается каждого линии, вне зависимости от опыта футболистов, качественных футболистов. В то же время нам необходимо очень серьезно провести зимнюю предсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние. Самое главное, потому что всему фундамент – это функциональная готовность. Поэтому здесь, конечно, если команда будет готова, от этого дальше будет отталкиваться и определенное развитие качественное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.